Рассказывают МЧСники о том, что произошло 1044 пожара. Видите, сейчас они рисуют тысячу, но такую стандартную. В Буденовске подстанция взорвалась. То ли дрон прилетел, то ли сама по себе взорвалась. И там нефтепереработка начала какие-то факела сбрасывать. Из-за того, что электричества не было, все пошло в разнос. Очень интересно. В Москве на грузинском валу этого московской железной дороги помещение достаточно крупное. Пишет 600 метров, но, вероятно, больше. Сгорело. И основная версия поджег. Приехал поезд пожарный, тушил и так далее. В селе Чемодановка, это уже не первый раз. Пензенская область. Также в Пензенской области пожар. Село Чемодановка. Полторы тысячи квадратных метров. Склад лакокраски сгорел. Там уже, помнится, были пожары неоднократно. Вот, Вышневолочок, погорел завод, Вышневолодский льнозавод. Достаточно серьезно горел. В деревне Семеновской Тверской области деревообрабатывающий завод горел. Но, правда, его быстро потушили. В Курганской области продуктовый магазин сгорел. В Москве станция молодежная. Возгорание в торговом центре Кунцево-Плаза было. В Саратове сожгли товарняк. Да. И задержка поездов из-за этого очень серьезная. Интересно очень. Да. Товарные поезда пока еще не жгли. Взорвали, как утверждают партизаны. Взорвали рельсы под Екатеринбургом. Подрыв железнодорожного полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов. Хорошо, очень интересно. Вот пишут, что на место взрыва железной дороги не допустили журналистов. И ремонтную бригаду не допускали, пока ФСБшники туда не приехали. В Пенецкую область нет революционеров от слова совсем. Болото тихо, жара и раздолбанное раздолбается. Отсюда пожар. Таня Лосова. Откуда же тогда из Пензенской области столько людей со мной на связи? И если они не партизаны, а? Вот вопрос такой интересный. Нет, в Пензенской области есть, по крайней мере, несколько наших групп. И Пензенская область всегда была очень активна. Недаром там эти путинцы, помните, эту сеть ловили. То есть, ребят, которые просто занимались страйкболом, они внедрили туда каких-то подонков и смогли посадить. Нет, в Пензенской области всегда все было очень серьезно. И Пензенская, и Тамбовская области – это такие места, где живут достаточно вольные люди. Люди свободных взглядов, так скажем. Вот Путин – это люди свободных нравов, да? А наши люди – это люди свободных взглядов. Там же он в шестом. Каждый законопослушный гражданин при Путине должен понимать, что своим послушанием участвует в преступлениях режима. Презирайте их порядки, саботируйте законы, прикидывайтесь идиотами. Так и есть, только, обрати внимание, у них есть один нюанс. Законопослушный гражданин должен, прежде всего, ненавидеть Путина, потому что Путин – главный нарушитель законов, главный уничтожитель законов. Поэтому тут очень сложная такая система в любом случае. Законопослушный ты или непослушный должен сражаться против Путина, потому что он зло. Продолжение следует...